и снова здравствуйте всем привет и так значит по прошлому ролику давайте посмотрим что тут да как значит это вот один вариант переделки я добавил еще видите промежуточные вот эти кости но на один как получается одна кость сейчас давайте посмотрим так это edit mode вы видите что здесь я сделал на одну кость и добавочные вот они поставил по периметру и нижние вот эти вот которые у нас значит регулируют складывание а вот эти вот кости значит вот эти боковые они регулируют значит движение центра потому что в любом варианте получается что у меня центр раздутый так давайте зайдем по смотр и увидите что значит когда она сжимается ну вот нормальный вариант да вот они вот эти кости единственно минус чем что я не могу их так они пардонки я их по моему да вот на одну кости их вывел это в другом риге я не смог их привязать и получается вот видите как они ходят вверх-вниз я могу делать с английская скайл могу регулировать теперь толщину значит наши вот этой середины и зонт в принципе выглядит хорошо видите да я тут почти ничего не выглаживал но вниз конечно можно тут еще подрегулировать где-то по подтянуть но в принципе вот так он выглядит во складки вроде бы похоже на зонда так вот так он значит выпрямляется единственно еще что как здесь вот так отсутствует внутренние минут эти от палки для них убрал можно сейчас еще добавить и принципе будет тоже сам так что у нас переносом переносится зонт видите великолепно это первый вариант такой ну смысле 2 1 был на две кости давайте рассмотрим теперь еще один вариант так есть вот такой еще вариант так смотрим как устроены здесь кости так вот видите что здесь я значит здесь на две кости вот они так edit mode так подождите object mode кости выберем edit mode вот видите здесь на большее количество костей это на 4 кости я сделал вот так все это дело выглядит давайте посмотрим как он работает здесь только кости вот этим и настройка у него значит на инверт кинематик вот здесь идет перенос все зонтик мы можем переносить все нормально но приходится выбирать вот эти серединки кубы и значит все это дело вот таким вот образом значит работает эта штука поднимается вверх мы еще раз сжимаем сжимаем и значит в принципе для мультфильма тоже неплохой внешний вид зонта со складками да ну больше как на женский похож вот такая штука так работает он вот это уже после сглаживания видите что здесь как а значит в этой штуке вот я эту штуку заменил так заменил не помню где да ну давайте посмотрим значит это значит делит удалим и добавим сюда все наши вот эти претендалы импорт значит так не fbx это обж после забраж после объединения сетки значит это импорт обж находим значит первое это у нас вот эта штука теперь видите она по-другому сделано все здесь можно нажать на нее и нажать shader smooth она сгладится приятненько но в принципе она внутри и будет снизу видно можно конечно еще рик сделать отдельного для этих вот палок вот центральных до их отсоединить на растяжение поставить но я думаю что для мультфильма для какого-то до такого мультяшного не столь важно чтобы прям в реале работал зонд тем более какой будет внешний вид да так теперь давайте импортируем еще вот этот наш купол это обж это файл будет 2 он находится у нас вот вверху мы на него переключаемся и подсаживаем значит вниз переключимся сейчас это риджи на геометрию и можно оставить вот эти усы вики прям побольше а можно значит вот это все дело подсадить прям пониже вот этот колпачок видите я тоже сделал его можно еще больше сделать так теперь смотрите можем вот это все дело объединить control джей английская тройка на нампаде и выбрать значит его и выбрать кости и сделать control п white automatic выйдет все значит ножка у нас отдельная это все отдельно все завязано на рик на кости так заходим теперь значит куда заходим в пост мод смотрим все это дело передвигается персонажу будет хорошо все это дело носиться так дополнительных костей здесь нет только нужно выбирать все вот эти кубы возможно да будет у нас на видите вот все нормально если даже вот будет анимация ветра ну вот просто даже для анимации ветра мы можем создавать вот эти раз ну как надутости да вот если там с моря допустим дует шквальный ветер то в принципе у нас это дело получится следом можем видите опускать и в принципе мне нравится вот это складывание вот этого зонта единство что вот здесь толстовато выходит видите но схватка вот это вот постоянно получается возможно добавить какие то не знаю там дополнительные кости там еще что то но для анимации в принципе пойдет здесь можно зайти в обзор мод выбрать значит наш вот эту штукенцию и добавив если шипкеи так добавляем шипкеи до плюсика выгоняем заходим в скульп мод и попробуем вот да видите хоть тот кумпол хоть этот вот так все это дело тянется вот так здесь все значит на носу происходит единственно что можно еще наверное посту попробовать настроить веса если мы тут настроим веса то в принципе все будет хорошо вот такая штукенция ну а теперь давайте сделаем какую-нибудь анимацию с замтом и используем значит можно вот этот вариант можно предыдущий так еще я по моему не показал как на три кости так вот такой же вариант видите да так все по переносу на две косточки можно сделать принципе мне понравился на одну и ну разница в них в принципе как таковой нет просто получается когда на одну кость настроена значит можно не использовать вот эти вот так их называют шипкеи если мы используем на две косточки то тоже неплохо все это дело получается но в принципе в чем загвоздка загвоздка только в том что нужно потом вот эти вот вторые кости как бы докручивать но каждую мы не перекрутим настраивать их на дополнительные кости это будет очень много костей в принципе вариант тут это тоже хороший но единственное когда вы будете закрывать то середина будет надутая потому что вы видите что кости чуть под изгибом под зон сделали сделаны если мы начнем вот эти вот серединные косточки скайл делать то они будут уменьшать и вытягивать вниз потому что значит тут это все дело находится вот аж под куполом и будет скайл на концах значит этих костей но не в середине поэтому я остановился вот на двух вариантах так вот этот вариант не очень зашел ну и второй тоже вот такая у него штука и там получилось видите на две косточки тут все понастроить так давайте сделаем какую штуку это значит так посмотрит английская а все это делить анимации и попробуем анимации сделать по новой так теперь зайдем в обжит мод выберем значит наш этот зонт найдем все те и удалим просто мы будем создавать заново и так давайте сейчас создадим значит анимацию персонажу посмотрим приблизительно я не буду прям делать качественно там прорабатывать все ну просто нету анимации человека с зонтом и значит чтобы попробовать зонт нужно хоть какую-то анимацию сделать да давайте простенькую вот будет файл для скачивания вот в таком виде потом значит где она будет это будет в группе ввк и ссылка будет в описании под роликом если вы смотрите ролики на канале то не поленитесь поставьте там сообщениях там три плюсика или один плюсик ну хотя бы для того чтобы я знал что кто-то это дело все равно смотрит потому что по просмотрам не понятно почему не смотрятся ролики и по подписчикам если смотреть то подписчики в принципе зашкаливают а вот просмотров нет такое чувство что все подписываются и никто ничего не смотрит ну это не столь важно значит да ну как бы лично для меня чтобы я знал что канал в принципе не только висит в ютюбе а он именно нужен кому-то так погнали так что у нас тут первым делом что мы сделаем давайте сделаем анимацию сначала персонажем буду делать это уже не используя значит линковку вот эту а просто с этими делами с маленькими предметами можно использовать в одном файле так ну вот это все вот дело выберем сделаем всему этому аж чтобы он нам значит не мешал и пусть персонаж находится здесь мы просто выберем вот этот весь персонаж и привяжем его а не будем его никуда привязывать пусть он вот где пивот у него стоит там пусть он будет к себе привязан или так заходим значит выбираем кости заходим посмотрим и что нам нужно делать самое гадкое и самое то что они больше всего не люблю делать это значит сгибать вот эти кисти кисти лучше сгибать вот в таком положении да вот мы их выбираем и понимаем что выбрались не все косточки потому что пальцы у нас видите да вот так все устроены так единицы нам падить делаем смотрим сбоку в принципе согнулись здесь мы тоже выбираем наши пальцы это будет рука держать нашу значит наш зонт так тоже мы это дело под загибаем здесь уже полоса тоже подгибается вот этот палец в принципе можно оставить чуть-чуть выпуклым и вот этот палец тоже приподнять ну как бы такую шахматку сделать так вот этот палец можно подсогнуть чуть-чуть побольше и вот этот палец тоже еще побольше так теперь что у нас получается нам нужно перекрутить вот этот палец это значит перекрутка значит это значит тут суда этот чуть загибаем так и вот вопрос вопрос потому что он должен значит быть вот тут вот в принципе так нормально но это не нормально вот сюда у нас должен на этот палец заходить и по-хорошему g этот палец должен где-то быть вот тут вот тогда он зацепляет тогда он достает у нас куда нам надо но бывает такая штука нам так ладно так вот этот палец можно давать еще чуть-чуть подзагнем и чуть-чуть перекрутим вот этот палец тоже чуть-чуть в центр перекрутим в принципе все нормально то мы сделаем мы возьмем вот эту штуку кисть руки да не сделаем и сделаем и сделаем то же самое так это получается рука у нас будет держать зонт и а вторая значит открывать до то второй руки мы сделаем чуть-чуть заморочена да выберем все вот эти первые единицы нам поди делаем вот так теперь мы их чуть-чуть так разведем в бок как бы перекрутим и теперь выбираем вот эти пальчики фаланги сделаем тоже перекрутку в бок и нагнем вот один палец у нас сильно выскочил а ну-ка g почему-то так скачешь вот как у нашу здесь должен быть в принципе нормально так вот и палец чуть-чуть значит в бок выбираем наши вот эти фаланги и подогнем их тоже вот раз вот теперь вот этот палец как и на той руке я чуть-чуть переведу вперед ну просто он чуть-чуть аж на сгибе вот находится это не есть хорошо так теперь я вот это все дело подогну так палец вот это мы подправим пока вот так будет да почему то у нас здесь вот эти фаланги на этой руке хорошо так вот так вот и мы ничего можно все подправить выбираем теперь вот эту палангу и прописываем ее и и значит переносим и ну пусть на любой другой кадр и петь значит только на немпаде и сделаем А, и всё, сделана прописка. Для чего я увёл вот эти наши кисти? Вот они тут уже согнуты. Если что-то, я буду ими пользоваться. Да, они будут улетать на эти места назад. Но когда вы сделаете свой рик, то вот эти можно пальцы отдельно прописывать уже под вашу анимацию, и рука не будет улетать. Вот, допустим, если согнута рука на этой высоте, вы делаете какую-то анимацию, и рука не будет возвращаться в эту же точку, когда вы будете заменять её, да, вот этим файлом. Это в вашем рике. А в этом будет, ну, тоже, чем маяться, допустим, сгибать постоянно пальцы, лучше вот это подставить и руку вернуть туда, куда вам надо, да. Так, что мы делаем? Ну, ноги слишком вот, значит, как. Вообще, какую сделаем анимацию, да? Я вот сижу и что-то... Человек стоит с зонтом, да? Ну, давайте. Человек стоит с зонтом. R, значит, перекрутка. Р, значит, R, перекрутка, G, вот так вот. И эта рука, значит, G, R. Ну, как бы расслаблена, да? Ага. Расслаблена, расслаблена у нас будет, когда расслабим ключицы. Человек не может так стоять напряжённым. Всё, руки. Значит, этот держит зонт. Этот, допустим, ну, просто рука висит, да? Так, здесь упор, допустим, на зонт. Одна нога отставлена вбок. Упор идёт на эту ногу, и тогда у нас опуск идёт чуть-чуть. Вот в эту сторону, значит, таз перекрутим. Вот так вот. А эта часть, вот нету тех костей тут, которые нам бы понадобились именно перекрутить тазовую кость, потому что когда идёт упор на вот эту ногу, вот, вот эту ногу, видите, таз, вот эта часть поднимается, а этот таз чуть-чуть опускается к этой ноге, пусть она расслаблена. Так, теперь, ну, он стоит, ну, дюжит, да? Ровно. Не может такого быть. Так. Где-то G. И где-то локоть, да? Он же прижимается там. Этот локоть тоже не может так напряжённым быть. Всё это дело мы подправим. Прописим A, I. Значит, локрот. Всё прописано. Теперь нам понадобится уже зонт. Alt, H. Возвращаем всё, что нам нужно. Выбираем риг нашего, значит, зонта. Выбираем нашего персонажа. Проходим в постмод. И тут какая штука. Значит, что? На первом кадре я хочу вот этот зонт, значит, согнуть. Он должен быть закрытый. Я опускаю наши вот эти, значит, кольца, которые отвечают за сужение нашего зонта. Следом я, значит, что делаю? Ctrl Z. Нахожу вот эту вот косточку. И, значит, она тоже должна у меня вот таким вот образом подтягивать кумпол. Вот эта кость должна ещё, ещё, ещё ниже уходить. Вот пока она здесь не соединится. Заодно она сзади будет персонажа, не будет мешать. Это всё хорошо. Так, теперь выбираем эту кость. Делаем S. Можно её тут регулировать выше, поднимать ниже. Так, и вот эту кость, вот, если ниже опустили, дальше не надо, мы её просто делаем S. Мы её сужаем. Тогда выбираем жёлтую вот эту косточку и делаем тоже ей S. Вот так вот. Можно её выше теперь поднять, здесь где-то сузить, там, ну, в принципе, нужно регулировать. Так, ну, как-то так-то. Зонт собран, вы видите, что он, да, надутый, ну, это мы потом добавим всё-таки. А так, в принципе, ну, внешний вид у него не чёток. Толщину мы ему потом подберём. В принципе, можно вот этими костями, видите, S, G, там ещё, ну, как, уменьшать, но это уже наступает какая-то ломка, потому что там уже соединяется с другими костями, и это нехорошо. Так, теперь, значит, R перекручиваем наш зонт, делаем G, и подгадываем его по высоте, потому что, ну, это слишком много, S опускаем вниз, вот, я думаю, что вот это будет нормальный зонт. И здесь будем прописывать уже A, значит, не keyframe lock-road, а lock-road scale, потому что я использую всё уменьшение A, и всё, lock-road scale. Так, чтобы потом красиво всё это дело было, давайте зайдём, так, ладно, потом, пока вот надуться по поделам, хотя можно было сразу сделать ему уменьшение, там, утолщение, и теперь какая штука, переписываем, значит, анимацию, G, так, вот так, тогда у нас семёрка на нампаде, делаем R, чтобы у нас, значит, зонт, ручка попала именно к нашему персонажу, так, тройка, делаем R, семёрка на нампаде, делаем R перекрутку, вот так, но сразу нужно подумать, как он, по нему будет скользить, тогда получается, вот этот изгиб, вот этот изгиб должен быть в другую сторону, вот так вот, и, значит, тогда G, смотрим, как он тут в руку стал, в принципе, стал неплохо, да, так, вот человек стоит с зонтом, такой, можно цилиндр ему там одеть, всякие, причиндалы какие-нибудь, вышел из дома, допустим, да, сделаем сейчас, как будто он наклонился за какой-то бумажкой, если это нужно, конечно, ну давайте, пропишем А, и, все это прописалось, теперь мы будем использовать вопрос, нам нужно затянуть, сделать медленную, значит, эту анимацию, тогда я буду использовать десятые кадры, так, теперь, значит, так, ну давайте на пятом, потом я лучше растяну, но это на десятом нужно делать, допустим, вот раз, он оп, оп, смотрит вверх, и смотрите, какая штука, когда он смотрит вверх, у него автоматически натягивается позвоночник, да, и человек, как бы, подает руку вперед, да, но тут, подаем руку вперед, но нужно будет закрутить наш вот этот зонт на вот эту точку, где он стоял, потому что, видите, что с рукой, в принципе, рука должна быть на месте, она как бы отталкивает его, да, и зонтик должен, а ну-ка, G, в принципе, оставаться в руке, в принципе, оставаться в руке, и, да, А, и все пропишем, так, вот такая штука у нас получается, человек вышел, посмотрел на небо, на десятом кадре, значит, вернул голову на низ, позвоночник вниз, так, да, рука теперь с этим делом, а ну-ка, если я R перекручу, и G уведу назад, на точку, вот эту точку, я потом должен буду поймать, потому что здесь скольжение, так, и можно даже еще дальше отвести, но точку нужно сохранять, и придавленность к земле, А, И, так, если у нас вдруг получилось, что у нас, видите, здесь проскок, то мы его сейчас ликвидируем, каким образом мы просто, вот эту штуку приметим, где она должна стоять, и поставим ее именно туда, куда нужно, перепишем, вот такое вот движение, вроде бы, да, прикольно, вот представьте, что он стоит на порожках в дом, сзади дверь и дом, да, и вот он вышел утром, взял зонтик, допустим, ну, чтобы сюжет какой-то был, посмотрел, порадовался природе, хмурит, и надо потом, значит, здесь камера уходит на небо, мол, ай-яй-яй, дождь собирается, ну, показать все это дело, так, здесь он, смотрим, как будет он опускаться, если он увидел что-то, то, допустим, выбираем кисть руки, и, и, я уже в прошлой анимации так вот показывал, как стрелять, это женская посадка, тогда он, наклоняется, таз уходит назад, и, значит, вот таким вот образом, рука тут тоже, G, значит, участвует, так, да, здесь еще участвует ключица, так, ключица участвует, и эта ключица задирает руку чуть повыше, и тогда нам нужно какой-нибудь позвоночник, R, перекрутить, и он смотрит, допустим, он брать ничего не будет, он смотрит, на жука какого-нибудь, да, вот, упирает руку в колено, так, значит, локоть нужно тоже, чуть-чуть отвести, чтобы видно было, и вот неплохая такая поза, да, но только, значит, здесь опять какой, должна какая-нибудь штука, что кисть должна опять податься вперед, так, тройка на нампаде, хорошо, что у нас есть метка, по которой можно ориентироваться под зонтик, значит, и делаем, ох, йо, а я на третьем, да, а, ну, правильно, на третьем, так, 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 это значит, G, на пятнадцатом я должен был сделать, бывает у меня такая штука, значит, теперь мы вот этот кадр, Shift, если косяка у пароля, перетянем на десятый кадр, так, здесь мы, значит, десятый кадр, переключаемся, не забываем, мы это дело, значит, перекрутим, так, да, что-то на нампаде, и эта рука, опять же, идет вот сюда, а эта штука, перекручиваем, вот тут, а, и, так, человек сможет на небо, смотрит на дождь, кто-то поднимает, здесь, если вы вдруг поленитесь, да, допустим, вот лень, прописывать возврат, анимацию, почему, потому что, лучше ее прописать назад, не надо, я могу, я всегда, я всегда, как всегда, большей частью делаю, допустим, я сейчас, английская, выбрал всего персонажа, делаю все в G, и ставлю на 20 кадр, здесь он также выпрямляется, я меняю 20 кадр, но теряется, вся суть фишки в том, что, не, как сказать, ни однообразность, ни похожесть кадров, вот это вот, чувство, которое нужно исправить, тогда, смотрите, что мы делаем, мы, он полюбовался, можем, здесь, давайте еще, оп, в сторону посмотрел, когда он смоет в сторону, значит, он приподнимает таз, вот, чуть-чуть, да, прописываем, а, и, на 25 кадре, он смотрит теперь, ну, допустим, в эту сторону, допустим, раз, когда он поворачивает в эту сторону, у нас автоматически, и дергается, вот эта рука, она уходит, как бы, в бок, и вот эта часть, тоже, значит, Ctrl Z, ну, уходит сюда, почему, потому же, ну, натяжка мышц, анатомия, прописка, так, он, типа, смотрит на капли дождя, потом смотрит на свой зонт, допустим, и на 30 кадре, так, вот здесь, на 25, на 30 кадре, желательно, прописывать, анимацию, назад, но если у вас, ну, как, не будет это, допустим, вот я мало кадров сделал, и он раз, тут попадается, на 30, да, если вам, значит, кадр был 10, а потом 60, ну, в принципе, может, проскочит, и, фильм, если ракурс разный будет, там, мультфильм, это будет незаметно, ну, вот есть мультфильмы, советские, да, рисованные, если, ну, как, не задаваться этим вопросом, то вы не заметите, но если вы присмотрите, что там очень много повторений, заднего фона, движений зайца, допустим, медведя, но в основном, такие мультфильмы были, да, теперь смотрите, он приподнимается, чуть-чуть, да, потом, выпрямляется, раз, выходит, вот сюда, значит, вот эта штука, G, R, вот, уже будет прикольно, так, теперь, когда он поднимается, так, семерка на ампаде, мы ему, оп, вертаем голову назад, допустим, так, здесь теперь, G, R, возвращаем, а вот эту штуку, которую мы изгибали, мы, значит, доводим, перекручиваем, смотрим, единица на таз, значит, G, поднимаем, рука уходит у нас вперед, ключицам делаем, аль-джи, аль-л, так, и вот нужно не забывать, как я сейчас забыл, какую раз косточку крутил, аль-джи, аль-л, допустим, да, так, так, тогда, 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 тогда у нас выбираем кисть руки, персонажа, и персонаж, допустим, теперь, уходит на эту ногу, вот так, смотрим его сбоку, делаем доводочку, еще раз приподнимаем, и, в принципе, с этими костями мы уже не работали, единственное, что вот, когда он стоял боком, да, мы ему поднимали, задирали тазовую кость, мы ее чуть-чуть наклоняем, и уводим, значит, к этому, к зонту, так, рука, что у нас делает рука, рука у нас может делать, вот такую штуку, так, раз, и он положил ее, допустим, T, G, на бедро, когда он вложит на бедро, значит, руку, у него автоматически, значит, поднимается ключица, что еще у него там, так, это вот штукенция, как семерка на лампаде, а ну-ка, R, доводится, включится теперь, подается R вперед, чуть-чуть, голова выравнивается, я понимаю, что вернуть назад, это проще, пусть она опустена, пусть она смотрит, допустим, на эту, на дождь, или еще на что-нибудь, так, ну и, это дело нехорошее, если мы не двинем, значит, какую-нибудь деталь, так, если он стоит упор на эту ногу, мы ее двигать не можем, мы можем двинуть только вот эту ногу, да, так, и он, пускай ее семерка на лампаде, просто перекрутит, ну просто в сторону зонта, да, ну просто нас застоялось, так, раз, 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 все он тут посмотрел, все он тут поднялся, и, значит, вот здесь, на 35-ом кадре, G, возвращаем тазовую кость назад, вот вы видите, что он теперь распрямляется, да, ну, он как, вот смотрите, видите, он в какую позу, да, он вроде бы не расслабленный, ну такой, более другая поза, нежели мы ее вернули бы, допустим, вот, вот в такую, да, опустили бы голову, и подогнали, допустим, позвоночник, согласитесь, совсем по-другому, но вот на 35-ом, чтобы дальше начать движение, нам нужно, Alt-G, Alt-R, вернуть вот эту, значит, косточку, вот эту, но, вернуть-то мы ее вернули, теперь, значит, сюжет какой, человек собирается, значит, поднять, открыть зонт, какие у нее движения, у него идет рука, так, раз, G, на перехват, правильно, то бишь, значит, R, вот в такую позицию, приблизительно, потом можно это еще, оспорить, пошлифовать, но, в принципе, он ее держит, да, так, он ее держит, и, когда он ее держит, значит, у него что, ключица, опускается ниже, и, вот этот персонаж, вот этот персонаж, должен, не тазом, ну, как, таз у него, по любасу, задействован, чуть-чуть, нагато, сминается, и, допустим, вот эта косточка, вот так вот, значит, все это дело, проскальзывает по ручке, а, и, оп, видите, да, скольжение, вроде бы, и ноги у нас, чуть-чуть задействованы, да, вот нормально, вот, пойдет, теперь, что он должен сделать, ну, в принципе, он должен его поднять, и подвести вторую руку, выбираем, значит, нашу, вот эту, кость руки, значит, R, он поднимается, это дело, когда он поднимает, он, значит, выпрямляется, и поднимает он, значит, сразу, с поворотом, а, ну-ка, семерка на нампаде, делаем R, и G, подает руку вперед, но руку вперед, он, видите, когда подает, нам нужно, значит, еще, локоть довести, перекрутить, семерка на нампаде, G, значит, косточку тела, так, 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 и, значит, вот эту кисть, вот эту кисть, он должен, подвести, и положить, под зонт, ну, как, за зонт, так раз, выкручиваем, и больше упор, значит, рука должна, вытянуться, вот это, R, доводим ключицу, ключицу, опускаем, так, какая косточка у нас, влияет на, G, R, вот, так, да, значит, теперь, R, доводим плечо, G, можно тут растяжками работать, там, еще чем-то, так, это плечо тоже мы, расслабляем, и, значит, вот эту руку, он должен, ну, слишком далеко от тела, да, значит, G, подводит, как бы, ближе к пупку, а эту руку, ну, чтоб удобно было, он, как бы, сразу, фиксирует, под низ, под низ, так, отключим, видимость, чтоб, видеть, возможно, значит, еще ее доработать, R, R в эту сторону, G, подтягиваем, и, значит, здесь у нас, Ctrl Z, здесь у нас будет задействован, значит, два пальца, или даже, да, два пальца будут задействованы, это, вот этот, R, и вот этот, допустим, раз, он должен снизу, ее, как бы, подмахнуть, вот так, так, а эти пальцы, они, на вспомогательном, значит, у нас, действии, они, вроде бы, как бы, должны быть, и, значит, запчасть будет толкать, основной, вот этот палец, допустим, раз, вот такая, стукенция делается, тогда этот палец, сюда чуть-чуть, а этот, чуть-чуть повыше, вот, мы его взяли запчасть, а, и, все, нормально, смотрим, что получилось, вот, совсем все, иначе, по-другому, рука, все, вот она, тридцать пятый, необычно, тридцатый, тоже, иначе, ну, потом еще, шлифовка, конечно, там, всякие детали, так, и теперь, теперь, смотрите, что он делает, вот эту руку, да, он должен тянуть, в эту сторону, чуть-чуть выкручивая, значит, наш, зонт, а эта штука, по руке, должна скользить, сам наш зонт, вот так вот, до конца, и вот этот локоть, мы опустим, вот так, а, и прописка, но здесь у нас еще есть, что, у нас есть, значит, вот эта штука, мы нажмем, Alt, G, Alt, R, и вот этой штуки, вот этой, Alt, G, Alt, R, тогда, вот эта штука, а ну-ка, G, распрямляет, так, тут, тут, ага, а, вот надо это, весь, значит, выбирать, вот этот наш зонт, как это можно сделать, видите, вот в линковке, это было все, зашибись, я сейчас бы только прописывал бы зонт, тогда мне его нужно вывести вперед, и сделать, Alt, G, Alt, R, Alt, S, вот так вот, и тогда, значит, вот эту кость, я поднимаю вверх, эта кость, только у меня там, ага, слишком многое поднял вверх, вот так, и вот теперь, значит, так, вот это я пропишу, и, локрот, выбираю, значит, R, наш зонтик, G, подставляем, теперь, нужно попасть, опять же, в нашу руку, R, G, где он ее держит, вот так, да, так, а вот эту руку, теперь, дописать, так, как он, тут ведет, ей надо посмотреть, а, ну-ка, G, R, допустим, G, он ее должен до конца, вот так раз, как бы, открыть, но до конца, тогда у нас, вот этот зонт, должен, R, еще перекрутиться, вот так, и тогда у нас рука, G, должна, вот здесь вот быть, и должна, как бы, раз, распрямиться, да, вот, чтоб он ее, типа, дотянул, до вверх, это вот этот момент, можно, кстати, и показать, вот эту, штуку, а, и, все, это мы дело прописали, так, ну, так неинтересно, все, типа, он открыл, и все, да, так, он должен еще от зонта, отогнуться, потому что, как бы, так бы, да, и тогда рука, вот этот зонт, и вот эта рука, должны, R, чуть перекрутиться, и G, как бы, ну, натянуться, да, а, и, вот теперь, а ну-ка, нормально, так, так, на 50 кадре, что он делает, он должен, это все дело, положить, значит, на плечо, на плечо, он может это положить, только в том случае, если он, допустим, G, вернет руку вниз, вот сюда, так, G, поможет, значит, этой руке, о, видите, да, косяк, косяк, так, вот он должен, теперь, вот этот локоть, а ну-ка, G, должен вывернуться сюда, а это, значит, G, рука, должна подойти, где-то, вот сюда, зонт, что-то прям, надо подкорректировать, его будет, вот, он же за ручку, его должен держать, вот, тогда всем хватает, если что, придется переписать, так, это, значит, R, выбираем, теперь, значит, две руки, выбираем наш зонт, чтобы все нормально было, раз, и чуть-чуть, он, значит, это дело, вот здесь у него получается, А, И, ну, нам надо, чтобы он положил на другое плечо, то тогда на 50-м кадре, выбираем нашу, значит, вот эту руку, вот эту, значит, и наш зонт, и, значит, R, но только не перед лицом, как бы прям прямо, да, вот так вот, здесь он ее проводит, руки движутся, ну, вперед так раз отводятся, так, 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 тело нагинается, наверное, голова чуть-чуть смотрит вверх, ну, чтобы по башке себе не засандалить, да, так, чуть-чуть подается тело вперед, А, И, и, значит, на 60-м кадре, мы это дело, должны успешно положить, на другую сторону, а ну-ка, R, так, так, это T нажал, R, да, тогда, вернем, значит, вот эту штуку, R, 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 включится назад, так, вот эта рука, у нас должна, у нас, теперь, видите, она переломлена, мы ее должны исправить, почему, просто, когда он подвел эту руку, эта рука должна была перехватиться, и перекрутиться, вот, и держит он теперь ее основной, вот этой рукой, а эта теперь, как бы, стала второстепенная, ну, как бы, поддерживающая, да, вот так, так, теперь, плечо, вот это, конечно, чуть остается внизу, это локоть, даже, значит, чуть, может, приподнимается, ну, в принципе, он смотрит на небо, и все, прописка прошла, теперь, тестим, так, вот здесь он должен, посмотреть, я думаю, значит, на вот эту, где он руки хватает, так, тогда здесь он, оп, вместе с зонтом, поднимает голову, вот это еще, понятно, поверю, здесь он смоет на замок, вот, видите, и никакого движения тела, и уже неинтересно, если с зонтом есть движение, видите, рука уходит, нужно докручивать, значит, здесь R в зонт, A, C, и, значит, что еще, и добавлять здесь анимации, где поправка идет на зонт, а ну-ка, вот раз, A, C, все, бывает такое, что ускальзывает, видите, рука движется по нашему штоку, и бывает, нужны вот эти вот, допрописки, ну, вот идет сбой где-то, да, потому что каких-то кадров, непонятно, допустим, зон был, вот в этой точке, а в конечной он раз, в верхней, и как руку прописать, ну, по ровной линии, правильно, все это дело понятно, все это дело, значит, все нормально, все это дело убираем, но, у нас здесь, видите, тело вообще не двигается, но это не может такого быть, правильно, когда рука уходит вниз, эта рука поднимается, и, значит, ну, персонаж, не хотя, как бы, ну, не то, что не хотя, поддался назад, допустим, и пускай, здесь уже выпрямился, вот, а, и, смотрим, вот, ну, согласитесь, уже лучше, да, когда добавляется еще какое-то движение, вот, видите, он теперь хоть что-то делает, так, здесь мы можем, видите, здесь тоже он как бы замирает, можно это дело оставить, но я его немножко воспламеню, значит, да, смотрим, конечно, тоже он мертвый, и все, движуха пошла на 53-м кадре движения, я на 53-м кадре еще возьму, и, вот так это дело доверчу, так, теперь, значит, G, так, R, что еще можно сделать, перекинуть, о, перекинуть, значит, вот этот вес, вот так, да, в принципе, так, ну, да, A, и, вот, вот, вот уже динамика пошла, уже мягче, плавней, но тогда нам нужно вес и на этой ноге уменьшить, как это сделать, чтобы было одинаково, мы выбираем ту кость, которая была изменена, выбираем тот кадр, который, на котором нам нужно взять его положение, и делаем shift D, и дублируем на 55-м, на 55-м изменится только положение нашего вот этого таза, так, ну, здесь мы таз можем еще, так, вот так, значит, 7-ка на нампаде, чуть-чуть можно даже перекрутить, перекручиваем, раз мы перекручиваем, то можно еще, чуть-чуть назад подать, и, значит, только на нампаде, увести немножко таз, или вперед, и чуть подсадить его, А, И, вот, ну, тут так еще нормально, да, так, и тогда ногу вот эту вот, 55-го, 6-м, D, пропишем на 60, вот таким образом, вот, осюжительная, значит, линия у нас тут, наверное, как она называется, так, раз, все, персонаж, хоп, нога на 65-м, подставляется ближе, стройка на нампаде, или, допустим, она тоже уводится назад, ну, здесь вот теперь, смотрите, выбираем все кисти рук, выбираем наш зонтик, и, значит, только потом доводим его, и он такой знает, опа, опа, радостный, короче он, да, а, ну-ка, а, ну-ка, может даже потанцевать, да, а, ну-ка, если мы вот эти вот, колбочки, выберем R, выберем R, в принципе, он тут может и подпрыгнуть, да, сделать любое движение, да, ну, чтобы выпрямиться, вот, радостный, как будто, и, значит, что еще он может сделать, давайте, поприкалываемся, вот, выберем, значит, эту штуку, и, значит, G, вот так, вот так, вот так он, значит, руку поднимает, наверное, нет, не так, вот так, зон тогда перекручивается, а это рука G, уходит, значит, R, в ту сторону, так, R, семерка на нампаде, делаем R, делаем G, эту штуку выбираем, тоже, как бы, поближе, и теперь ключицами еще доведем, кверху подъемы, так, вот здесь, насколько большой должен быть подъем, не знаю, да, он радуется, короче, дождем, а, и, 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 нужно вернуть его назад, но здесь я использую уже, шестидесятый кадр, шифт-дем, а, ну-ка, что у нас получается, с этой радостью, так, какая у нас тут радость, о, даже, видите, как будто может крикнуть кому-то, что-то там, ну, это тоже прикольно, а ну-ка, так, здесь, на промежуточном кадре, а, ну-ка, у него локоть, что-то мне не нравится, я его поправлял, давайте мы его, вот так делаем, а, и, так, 70-й, G, можно отнести на 75-й, и тогда это будет, как бы, затянуто, более, такое, долгое, такое, так, стоящего, G, вот эти, 65-й G, давайте, тоже, подтянем, сделаем затяжечку, пусть он может, даже здесь, постоять, в такой позе, ну, словом, вот такая вот анимация, дальше можно развивать, и развивать это дело, события, это может затянуться, и получится, прям, полноценная история, так, ну, нам нужен зонт, так, нам нужен зонт, и, значит, видите, здесь уже все, анимация пошла, если где-то он будет идти, риг не обязателен, просто нужен, открытый зонтик, к нему привязывается, одна косточка, или зонт, сам привязывается к руке, к одной, допустим, кисти руки, и все, там походка, он гуляет, там, ну, понятно, да, так, а нам нужно, чтобы зонт, здесь красиво выглядел, мы зайдем в обык мод, выберем наш зонт, зайдем в шипки, добавим шипки, добавим до предела, зайдем в скульпт мод, можно по всем осям, поставить Z, включить нашу тянучку, если что, эластик, так, и, значит, симметрия у нас тут не получится, потому что, зонт сдвинут, да, ну да, ну тогда, и черт, как говорится, черт с ним, да, так, контролл Z, так, давайте сейчас все это дело назад, и, значит, это все дело удалим, обжиг мод, вот, и, что получается, а ну-ка, видите, наши запчасти, наши запчасти отдельно, от нашего вот этого, контрол Z, а ну-ка, что получается, в принципе, то же самое, но только тянуть, лучше, значит, вместе, и внутренне, а то эти кости вылазят, и не долазят, и, короче, не есть хорошо, да, стоп, он же мод, а ну да, скуд мод, и вот чуть-чуть, если здесь, когда это помудиться, но сохранить вот эти все складки, так, а почему, вот этот рик, я объединил, он отдельно от нашей, шкуры идет, вот это мне тоже, не нравится, сажаем, так, здесь чуть-чуть можно подать вниз, там, ну и насколько толстый должен быть, значит, наш этот зонтик, мы уже сами контролируем, сами смотрим, так, вот, я думаю, что он должен быть, очень тонкий, так, ну где-то так, хотя бы, культурненький, такой должен быть, так, а это теперь, получается, что, а, я их не объединил, у меня бывает, такая штука, ну ладно, мы это выделим, отдельно, и смотрите, что можем сделать, культмод, чтобы с ней не мучиться, она, в принципе, не нужна, а ну-ка, ага, контрол-з, 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 так, на нее создадим тоже шибкие, зайдем в скутмод, ну и здесь тоже надо ее убрать, тут прям, можно уже не церемониться, дюжик не смотреть, но главное, чтобы она не торчала, и была в мессе, да, так, ну-ка, так, не вижу, что тяну, и кости, и вся вот эта штука, так, теперь, обжиг нот, возвращаемся, на нашу, вот эту, штукенцию, и значит, ее тут уже, зарабатываем, вот теперь, каркас этот будет вылазить, а ну-ка, давайте все вместе теперь сделаем, значит, все по нолям, минус, потом выбираем, потом выбираем, где эта наша еще одна, значит, железка, в минус ее убираем, так, теперь, где она тут находится, вот она, вот ее, выбираем, и вот эту, делаем, Ctrl J, все, теперь она объединилась, теперь делаем, плюс, до конца, заходим в Scult Mode, и все, теперь, вот мы, все детали у нас, вот здесь, должны, делаться вместе, так, опять же, размер кисти, уже подгадайте, конечно, это клавиша F, английская, вот, нажимаете, ну, где-то понемножку, чтобы там красивее было, да, допустим, большой-то не подтянете, чтобы внешний вид там какой-то создать, там центр, ремешок, если его у вас будет, то, под ремешок, опять же, кости можно скрывать, ну, чтобы не было видно, вот этих вот, всех больших там, вкладок, где-то что-то можно, шифтом, где-то, где-то что-то подтянуть, вот, уже искривление идет, нужно, чтобы это, было ровненько, открываем, как-то, ну, как раз, чуть-чуть расправим, так вот здесь вот, чуть-чуть умнем, под углом тоже чуть-чуть задавим, ну, здесь на серединке можно, конечно, и поднадуть, я уже зонтель давно не видел, как они там, по-моему, они скручиваются, да, забыл, я как-то это сделал, застене ходить, ну, как-то так-то, Object Mode, теперь возвращаем наши кости, и смоем, ну, согласитесь, с таким зонтом он симпатичнее выглядит, да, прописываем, значит, этот зонт, и смотрим, так-так-так-так-так-так, вот он стоит, так, вот здесь нужно сейчас поправить, значит, анимацию, так, выбираем, значит, кости зонта, и нашего персонажа вместе, чтобы потом, тянучка не получилась, выбираем наш зонт, и на каком тут кадре, так, вот на этом он попадает, а на промежуточном, видите, вот такие штуки бывают, а ну-ка, вот такие бывают, недостатки, так, ну, и можно чуть-чуть зонт, доверти, допустим, вот так раз, и чуть-чуть приподнять, где-то чуть-чуть, отпустить, он должен двигаться, он все-таки в руке, и смотрим дальше, где он должен у нас открываться, вот с этого момента, вот где он взялся, да, вот идет открытие зонта, и с шипкеями, и это выглядит, вот таким вот образом, но мы поставим, на сороковой, так, пропишем, значит, шипке, на сороковом, ловжик нот, смотрим, так, раз, он должен открыться, да, так, это должен где-то вот так он быть, так, на каком он должен открыться, сорок пятый, да, полное открытие на сорок пятом, убираем его в ноль, смотрим, вот, видите, да, вот где он, здесь-то еще ладно пойдет, вот он начинает открывать, и получается у нас, вот эта рука, должна еще измениться, осмот, значит, локоть, в зонт должен заходить рука, вот она, так, а, и, и здесь тогда уже нормально, вот для чего нужна шлифовка, и, в принципе, смотрите, вот если он на этом кадре закрытый, да, вот, вот сейчас он должен его открывать, смотрите, вот, оп, открывает, вот здесь уже вид нормальный палок этих, видите, внутренность-то нормальная, если мы поставим вот так, более-менее под угол, и теперь, оп, вот с этого кадра уже можно, как бы вот такой взять ракурс, и, допустим, снимать, как будто открывается зонт, можно со спины все это снимать, тогда на какие-то кадры можно тупо положить, ну, допустим, раз он стоит на порожках, здесь, как бы камера, да, и он раз, вышел на улицу, оп, 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 и, опа, она, может даже подпрыгнуть там, опа, где она тут, оп, постоять может в этой позе, где-то руки еще больше выпрямиться, да, там, развести руки, ну, это уже сюжет, и можно записать себя, выйти с зонтом, снять на телефон, закинуть сюда, и просто повторить уже с любым персонажем, так, ну, такая штука, да, вот так все работает, думаю, для простенького мультфильма, да, неплохой зонт, неплохой рик, все работает, спасибо шепкеям, вот такая штука, всем пока, до свидания.